Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После этого награждения... Все ребята будете представлены к правительственным наградам. Товарищи курсанты, вам сегодня... А, курсанты... Поручено, поручено было завершить работы, которые начали ваши братья, можно сказать, по оружию. Солдаты советской армии... Львовского и из Харьковского пожарно-технических училищ. Это молодые ребята. Чуть-чуть смещаясь, если вы поднимаетесь на вторую площадку, то есть немножко обрушено. Вот вам нужно удалять вот этот график, черный как уголь, отсюда в развал реактора. Вот тут у нас произошел взрыв, вы сбрасываете сюда, понятно? А потом... Да, это были молодые ребята, которым было около 20 лет. И на Чернобыльскую АЭС они ехали с большим энтузиазмом и большим желанием работать здесь. Ну и, вдобавок ко всему, эти люди прошли военную подготовку, присягу приняли, кроме того, они имеют определенные профессиональные знания, ну и имеют навыки работы в пожарных частях. А потом уже будете работать на файл. Смотрите по телевизору сюда, Антон. Конечно, нежелательно их присутствие, но исключительно, на принципе, добровольности они вот участвовали в очистке этих трубок. Сюда наоборот, многие плакали из-за того, что не все их же брали. Чернобыль. Особенно первое время. Давай мы... А тут рукава, пожалуйста, навесят, да? Да, вот из этого ответственность вас выводной офицер здесь проведет. Это галоши обе инструктируете. Вот сюда, и за угол здания забежите. Вот сюда вот. Там поднимитесь по мосткам на крышу трубы. И вот подбежите к лестнице обслуживания. Понятно? Так. По лестнице обслуживания поднимитесь. Первая площадка. Видите, в этот люк войдете? Угу. Потом сместитесь. Их, наверное, было в пределах сотни. Тут вторая лестница обслуживания. По ней забираетесь. Видите, да? Угу. И вот ваша площадка работа. Да уже я не увидим, что там на ней есть. Там вы увидите. Так, так, вот мы лезем так. Бросать нужно будет вот сюда. Совершенно верно. Вот это вот обрывы. Да, да, да. В яму. В яму. Смотрите, ребята, здесь есть вот тут вот есть дыра в площадке. Смотрите, не оступитесь. Дальше, значит, там перила ограждения повреждены. Вот к этим перилам ограждения вы подталкиваете вот этим вот толкателем, скребком. Теперь, как только вы подниметесь на лестницу, не торопитесь сразу кидаться на работу. Зайдите за трубу в восточную часть и отдышитесь. Вот сюда у вас есть? Да, вот сюда зайдите, отдышитесь. Сколько у вас? Со стороны озера. Да, да. А до стороны озера? Да. Отдохните 30 секунд, минуту отдохните. Да, наладите дыхание и потом пошли сюда, где максимальное количество графита. Кидать как можно дальше в завал, это там, где вы можете взять и подойти, не боясь к перилам. По работам, но они не больше 40-50 секунд, может быть, одну минуту работали в этих полях. Так, у нас кто с грамотами там стоит? У них здесь никого нет, несколько работников. Да нет, ну я же сказал начальнику штаба, что принесли сюда граммы. Дело в том, что вот эти вот дозиметры, их же с 10 рентген в час, у них наиболее точные показания. Они проверяли их, дозиметры эти исследовали и пришли к такому выводу, что после 10 рентген они показывают достаточно точно. Тоже им дозовая нагрузка планировалась в пределах 15-20 БР, не более. Любой шаг превышения расследовался и ни в коем случае не допускалось. Применялись только прямо показывающие дозиметры. Да, да, тогда мы сделаем это. Так, внимание, товарищи бойцы, поняли? Поднимайтесь на вторую площадку и продолжайте так, как инструкция. Ну что там? Есть одна лопата. Далеко не лежит? На вторую площадку я по лопату наживаю. Все, вот есть. Есть одна на второй площадке? Ну два. Все, за мной, товарищи. Так, ребята, сразу в первую очередь трубки сбросите, обстановка сразу станет лучше. И старайтесь как можно дальше в завал, чтобы на площадку не падало на них. Очищали они тогда площадки обслуживания этой трубы. Ну пойдемте туда. Подожди, сейчас Юрченко придет. К сожалению, тогда они сбрасывали вниз эти продукты, загрязняющие трубу. Надо было сбрасывать их в реактор. Но не все догадывались в реакторе, а многие терялись, многие сбрасывали то, что на площадке было вниз. Курзант Куршков, за выполнение ответственного задания награждаетесь почетной грамотой. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и стать достойным офицером войске БДР. Курзант Куршков. Курзант Карпенко. Она и часто в основном сохранилась у многих ветеранов. В частности вот у меня есть такая грамота. Тоже я ее ценю. Этой грамотой я награжден был по решению командования Советской Армии. Сержант Фролов Это видно, что молодые ребята Товарищ Фролов, вы награждаетесь за выполнение ответственного задания Почетной грамоты и денежной премии Устан Широкин Поздравляю вас за выполнение ответственного задания Как первый разведчик, который вчера доложил обстановку Награждаю вас почетной грамотой и денежной премии Здоровья и благополучия Стать генералом Продолжение следует...